Здравствуйте, меня зовут Евгения Лукина. В сегодняшнем выпуске я и команда МедТВ расскажем вам, что произошло на этой неделе. Для тех, кто забыл уроки о БОЖЕ или хотел проверить себя в оказании доврачебной помощи, 26 октября прошел мастер-класс от компании Арибрис. Светлана Мурыгина узнала, как проводить сердечно-легочную реанимацию. Как много мы знаем о показании первой доврачебной помощи. Ведь сравнительно небольшой набор информации и наши небезразличия однажды могут решить чью-то судьбу. Для тех, кому не все равно, 26 октября прошел мастер-класс, приуроченный к Европейскому дню «Спаси жизнь». Перед студентами выступила Екатерина Морейна, инструктор по первой помощи и сердечно-легочной реанимации. Просто, интересно и не без доли юмора спикера светила данный вопрос с разных сторон. Одна из первых тем – оказание медицинской помощи с законодательной точки зрения. То есть, если вы подползаете к полицейскому, весь такой израненный, вы говорите «Ох, помоги!» А он говорит «Дружочек, ползи дальше!» Вот ему будет меняться статья 124-й головного областа. Далее лектор объяснила простыми словами, что происходит с организмом во время остановки сердца. Она напомнила слушателям о строении человеческого тела и вместе со студентами разобрала причины остановки сердца. Следующий этап – непосредственно оказание первой помощи. Екатерина наглядно показала, как нужно вести себя в этой непростой ситуации. Настало время практики. 17 добровольцам выпала возможность опробовать только что полученные знания. Ребята вооружились новыми навыками и приступили к спасению манекенов. В этом им помогла песня, ритм которой признан оптимальным для сердечно-легочной реанимации во всем мире. «Stay in a life» Манекены успешно спасены. Студенты расселись по местам и приготовились слушать дальше. Напоследок Екатерина рассказала о дефибрилляторах, как они устроены, где их найти и как пользоваться. Теперь ребята знают достаточно, чтобы спасти человека в случае остановки сердца. В конце лекции спикер пожелал студентам никогда не оказаться в подобной ситуации. «Абсолютно случайно я спасла девочку, двухлетнюю девочку, которая подавилась. И в момент, когда мне ее дали в руки, она уже умерла. То есть она не дышала. Растерялась на долю секунды. Интуитивно я все равно все вспомнила. И за несколько секунд я сделала все правильное действие. Я начала делать сердечно-легочную реанимацию. На второй цикл она повернула ко мне голову, выплюнула печеньку маленькую, закашляла, заплакала. И это было просто, ну реально, это было супер». Обучение доврачебной помощи – первый шаг к спасению многих жизней. Благодарят «Арибрис» запознавательный мастер-класс Светлана Мурыгина, Полина Емцова, МЕД-ТВ. Можно ли спасти человека, если ты не врач? Сколько времени необходимо, чтобы вернуть человека к жизни? Знания студентов о первой доврачебной помощи проверила Мария Величко. «Первая помощь, которая оказывается пострадавшему до прибытия скорой помощи. Как делать искусственное дыхание, как себя вести, если человек не встал в дом. Первая доврачебная помощь должна проводиться в случае того, если человек уверен в своих силах, если он знает, как оказывать первую медицинскую помощь. Вообще-то зависит от организма человека, но в среднем где-то 7 минут. Может час, но я могу ошибаться. Вроде как около двух минут. Посмотреть, заподевает ли стеклышко или зеркало возле водного. А в случае, если мы проверяем, дышит он или нет, поднести что-нибудь, что может запотеть на его дыхание? Если нет дыхания и остановилось сердце, то это искусственное дыхание и это непрямой массаж сердца. Необходимо сначала удостовериться, что сердце не бьется и дыхания нет. В случае этого мы приступаем к непрямому массажу сердца и искусственному дыханию. Количество нажатия должно быть примерно 120-120 в минуту. При этом мы должны соблюдать то, что грудная клетка должна прогибаться примерно на 3-4 сантиметра. Массаж сердца. Это 30 надавливаний на грудную клетку и 2 вдоха с зажатым носом. В прошлую среду в Мете состоялась вторая часть дня первокурсника «Интеллектуальная». Прошла она в виде квеста. Каждой команде дали головоломку и отвели в темную лекционную. Мне студенты искали подсказки. Первокурсники показали, насколько быстро и слаженно они могут проходить испытания в темноте. Самыми сообразительными оказались сразу три команды. ИКТ, ИНУП и МПИСУ, которые заняли первое место. Второе место занял факультет МПИТК, а третье – дизайн. На этом все на сегодня. Вы смотрели новости МЕД ТВ. Выпуск провела Евгения Лукина. Теплых вам праздников. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok